Как соображают, так и живут. На этой неделе секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев отметил, что провал импортозамещения это не просто констатация факта, а наша с вами реальность. Ведь 2,5 тысячи ученых уже покинули отечественную науку, а российские компании продолжают закупаться иностранными товарами. И вот почему-то в очередной раз становится грустно от того, что жопа в нашей стране это не часть тела, а как всегда событие. Это Вести Без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, импортозамещение все. По крайней мере, именно так считает Патрушев. Но знаете, почему это стало возможным? Думаете, причина в неспособности россиян генерировать идеи? Или в отсутствии отечественных комплектующих? Да как бы не так. Дорогу российскому импортозамещению перешел параллельный импорт. Да-да-да-да. Именно так считает Патрушев. Перевожу на русский. Зачем напрягаться там, где можно просто вывести параллельно? Конечно, говорит секретарь Совета Безопасности, такая мера, как параллельный импорт на определенном этапе помогла значительно стабилизировать ситуацию на нашем рынке. Но в долгосрочной перспективе оказала нам медвежью услугу. Ну, типа мы расслабились и решили, что внедрять что-то свое можно и не нужно. Поэтому Патрушев предлагает приостановить использование механизма параллельного импорта и заставить работать на благо страны внутренней резервы. Его частично поддержал и глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также считает, что ограничения в импорте позволят создать положительные условия для местных производителей. Правда, помнится, ФАС в прошлом году в лице Максима Шаскольского наоборот предлагал распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Ну, типа это и рабочие места, и налоги, и необходимые товары на внутреннем рынке. Так чем же это плохо? И действительно, но если по факту мы не можем создать чего-то своего, то зачем изобретать велосипед? Вкладывать в это деньги, силы, которых, кстати, у нас нет. И чтобы что? Чтобы на выходе признать, что опять все провалилось? Ведь давайте будем честны друг перед другом. Мы заявили об импортозамещении автомобиля «Москвич», долго бились над какими-то там технологиями, а в итоге получили полностью китайскую машину с переклеенным на ней шильдиком. А ведь над ней типа трудились люди, в нее вкладывались деньги, а на выходе бесполезный труд и финансовые потери. Ну, конечно, если рассматривать такое импортозамещение, то уж лучше параллельный импорт. Хотя вот эта наша особенность, когда нам постоянно что-то мешает, уже даже не удивляет. И в этой связи меня даже не удивит неожиданное появление Чубайса. Толик, покайся и возвращайся, в стране намечается импортозамещение, и твой несуществующий гибкий планшет вполне может прокатить повторно. А между тем, на этой неделе неожиданно активировались мошенники. Не-не-не, только не ищите связи с Чубайсом, это совсем другой информационный повод. В четверг РБК сообщила о выявленной экспертами новой мошеннической схемы по выборам от имени «Единой России». Сценарий отъема средств, как всегда, прост и, как всегда, гениален. В интернете злоумышленники предлагают пройти опрос о предстоящих выборах, за что как будто бы сулят денежное вознаграждение в размере 2,5 тысяч в рублях. Ну, то есть вы отвечаете на несложные вопросы, после чего вам предлагают скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина, ввести туда данные банковской карты и разрешить доступ к СМС и контактам мобильного устройства. После чего мошенники получают доступ ко всем банковским продуктам жертвы. За два первых дня существования схемы в полицию обратились 33 человека, со счетов которых пропало около 300 тысяч рублей. Минимальной стала сумма в полторы тысячи рублей, максимальной 76 тысяч. Как сказал один мой знакомый, это прям праздник общей беды. Теперь злоумышленников ищет полиция. Кстати, до сих пор актуальной остается и схема с мобильными операторами. Вам звонит якобы представитель вашей связи и сообщает, что СМ-карта заканчивает свою работу. А для ее продления нужно только ваше согласие, выраженное переходом по ссылке, которую оператор отправит в соответствующем сообщении. Ну и как говорят в полиции, при переходе по ссылке вы тут же предоставляете жуликам все данные, которые привязаны к вашему телефону. Поэтому ни в коем случае не совершайте ошибок, не общайтесь с незнакомыми людьми и не переходите по сомнительным ссылкам. Все наши СМ-карты не имеют срок действия и не нуждаются в принудительной замене. По всем остальным вопросам обращайтесь в компанию оператора лично. Но самое интересное на этой неделе случилось в среду, когда американский журналист Такер Карлосон сообщил всему миру, что собирается вызвать российского президента на словесную дуэль. Ну, то бишь на интервью. А зачем, спросите вы? А затем, что по словам Карлосона, американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и Украине. Это сейчас была цитата. Анонс мероприятия на момент записи программы уже успел набрать в сети более 80 миллионов просмотров. Если вас тоже интересует повестка, то вот коротко о главном. В пятницу утром видео уже появилось на сайте Кремля. Я частично послушала, но сенсации там не нашла. Не думаю, что Карлосон выстрелил бы в себе в ногу или позволил какие-то лишние высказывания в сторону своего президента, ну или в сторону российского президента. Но поживем, увидим. Хотя отреагировать на это интервью уже успели некоторые представители из числа патриотов. Они же избиратели, они же главные ньюсмейкеры. Но прежде чем начать просмотр этого видео, настоятельно рекомендую обработать экран миром истином, ну или святой водой. В зависимости от того, во что верите. Мы отряда Путина ждем интервью нашего президента Владимира Владимировича Путина с Карлсоном. Вот такер Карлсон. Запомни, это документ единственно важный, бесценный, который гарантирует мировую свободу, равенство и защищенность всех людей. Ты, когда вернешься в свою страну, в Америку, ты поймешь, что такое американская свобода. Мы не доверяем Америку, просто шанс даем. А я просто хочу послушать Владимира Владимировича Путина. А между тем, ни для кого уже не секрет, что на этой неделе Екатеринбург посетила вечно недовольная интернетом Мизулина. Говорят, что на встречу с ней, помимо восторженной опылившейся, но не оперившейся молодежи, пришел и студент-социолог из УРФУ Ваня Доронин. И вот именно этот эпичный батл, как его назвала сама Мизулина, вызвал много слухов и сплетен. А почему? А потому что, как оказалось, Ваня просто мастер по неудобным вопросам, отвечать на которые глава безопасного интернета готова не была. Вы прямо использовали институт армии для того, чтобы запугать Даню Милохина. Он сам запугался. Служил ли товарищ шаман? Мне интересно. Он, по-моему, не призывал в возрасте уже. Ты меня не перебивай, я тебе не договорю мастер по ситуации, да? Почему и пригрозило любопытному студенту уголовным делом. Ахочники, как оказалось, совершенно бесполезны. Их нужно переучивать. Ну, раз они так бесполезны, я думаю, ты им будешь по полезным, а сюда будешь и покажешь им, как надо это все делать. Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников, лучше же сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей стране. Впрочем, в четверг стало понятно, зачем на эту встречу пришли остальные учащиеся, когда на Авито просто валом начали появляться предложения о продаже автографа Мизулиной. Старт начинался в районе 400 рублей и заканчивался 6 тысячами. Правда, был ли спрос, так и осталось загадкой. Но что говорить, какие времена, такие и кумиры. Кстати, про кумиров. Эта история произошла еще в ноябре прошлого года, когда одна белгородская газета в День полиции решила выпустить значимую заметку о том, как нелегко живется местной полиции. У каждого человека есть кумир, которому он подражает и старается перенять его лучшие качества. Так начинается материал. И все бы ничего, но заголовок должен был звучать так, совсем не так, как в кино. А получилось что-то не очень похожее. Тогда в ноябре это сильно обидело одну женщину-следователя, которая мириться с опровержением и принесенными газетой извинениями явно не собиралась. Она готова была идти до конца и она сходила. Правда, результат ее опять не устроил. Подав соответствующий иск в суд, женщина собиралась поиметь с издания целых 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Но объяснить, что же в статье так оскорбила именно ее, она не смогла. В итоге, проведя лингвистическую экспертизу, суд встал на сторону ответчика, не усмотрев материали ни оскорблений, ни порочащих истца сведений. В итоге, как вы понимаете, в иске было отказано, а на истца наложена обязанность оплаты, назначенной судом экспертизы в размере 28 тысяч рублей. Тетеньку в этой ситуации, конечно, искренне жаль, но странно, что она, работая в полиции, распустила эмоциональные качели настолько, что довела дело до суда. Ну, очевидно же, что имела место опечатка. Хотя, соглашусь и с другим фактом, что в желании создать кликбейтный заголовок, СМИ реально иногда выходят за границы приличия. Но это явно не тот случай. И, как сказал юрист Кузь Иванова, благодаря которой эта история и получила огласку, стыдно должно быть за то, что сделал, а не за то, что говорят другие. И в этом я ее полностью поддерживаю. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. И да, не верьте всему тому, что обо мне пишут другие. Все это точно неправда. Всех люблю. Пока-пока.